При таком свистоплясном положении и состоянии национализма в Украине справедливее было все-таки убить, по крайней мере, того же Сашка Билова, нежели его экстрадировать или отдавать было бы в руки оккупанту кремлевскому, российскому. Вот примерно же такое состояние, такое же положение сейчас происходит и с чеченцами. И в свистоплястве нашего национализма, в котором один великий белый воин, другой язычник какой-то еще и тому подобное. Другие могут сказать, что мы же христиане, украинцы, что нам для этих мусульман или чеченцев, что нам для них. Тем более, что мы же христиане, мы же за Христа, так? А что сделали с Христом? Одна нация тоже. Его оградили через грех, распяли. А что Христос делал? Он же за нас, за будущих христиан, лековав, годовав, мозги вправляв. То, что сделал цивилизацию христианскую, потом по свиту. А его взяли, граждали, распяли. То что мы будем повторять, так? Повторювать. Маза-фак. Мы же не будем наслідувати и повторювати тих зрадников, которые распяли Христа. Ні. Бо чеченцы и чеченцы за нас воюют, отдают кровь свою. Не только из-за того, что они воевничая нация, и они постоянно воюют, и постоянно воюют. То уже не наша справа. Яка вона нация, воевничая, это еще не воевничая, как афганцы. Справа наша в том, что они сейчас за нас отдают свою кровь, воюют. Они делают нам услугу, не медвежью, а своими жизнями отдают за нас кровь. А мы их что, будем зраджувати, как Христа зрадовал. Это же не по-христиански, так? И вот такой свистоплясный национализм, прежде всего, отображает то, к чему мы пришли. В 2014 году, когда выгнал Урятину, отмороженного чму Януковича с его бандой уголовной Урятин, с Украины получили войну, в которой предательство властей и тому подобных подлин, которые кричали, раскричались до этого, не имело границ, только благодаря таким простым бойцам, как украинцы, чеченцы, да те же самые и россияне, которые стали на оборону незалежности нынки нашей Украины. Только еще Украина и протрывала, продержалась, благодаря добровольческому руху, движению в Украине. И если мы такие эпопенные потомки, нащадки там Ариев, древние Украины и тому подобное, и имея при этом за часы независимости своих украинских, ну, я имею ввиду этнически украинских, естественно, президентов, таких как Ющенко, таких как Крабчук, Кучма, идеология это уже немного другое, но этнически они были более-менее украинцами, да, и как можно было проморгать эту Украину, доведя ее до 14-го года, до оттяпывания, от сепарирования от нас наших исконных земель. Крым, Донбасс и тому подобное. Значит, что-то не так сталося с этой нацией, управленцами этой нации. Значит, это же не просто какая-то вычетчка, это же не просто какая-то экскурсия, что чеченцы там по заказу поехали помочь там, что-то там оттяпать там. Нет, они воюют и за свою, но прежде всего за нашу национальную идею независимости, независимости Украины. А мы, великие арии, да, собираемся их отдавать в руки оккупанту, блядь. Какому арию нафиг, какому викингу, от которых мы происходим, уже помешанные миллионы разы давно, в многих поколениях, это снилось, блядь, все, вот эта капораша вот такая, блядь, вот этот стыд, блядь, отдавать тех бойцов, которые положили и ложат кровь за нашу независимость. Уже одного, другого отдали. Тот ингуш спорол, вскрыл себе живот, блядь, в российских казематах, блядь, гребанных, путиновских. И это все на совести нашей, блядь, арии и тому подобное. А на чьей еще это совести? Кто еще властных державе, державе, як на украинец? Капец, блядь, просто. И вот, что значит отдание в руки оккупанту, гребаному, салкарашке, гребаной путиновской, КГБшной машины, примитивщины. Что это значит? Это значит, что Украина заявляет о себе, что она лучше, что она воюет с худшими, которые ее оккупируют, что Украина, это украинская нация, это честная и тому подобное, гидная, достойная нация, нежели те, которые нападают на Украину. И стопроцентное отдание тех бойцов, выдание, продание тех бойцов, которые за нас проливают кровь и воюют, это будет называться подлость, низость, недостоинство. Все против того, чего Украина, мы, нация украинская, воюет, кровь проливает в окопах, напередки. Также политически везде мы себя отождествляем с гидной нацией, с достойной. Ну, а вот с такими поступками чмошными, подлинскими, паскудскими, постыдными, мы плюем в кровь тех бойцов, которые воевали за чистую, достойную, гидную идею Майдана и ОУН-УПА, незалежной нынки нашей державы Украины. Вот так дожились, что не хватает мозга, не хватает национальскости или как-то черт национальной гидности, интеллекта и тому подобного, чтобы иметь своих президентов украинских хотя бы, уже там молчу за проукраинских, да еще которые не просто свистоплясы проукраинские, а интеллектуально развитые, достойные, умные, мудрые люди. Я уже за это молчу. Так еще кроме этого обсирают всю нацию вот таким продажничеством, даже вот такими разговорами, что Путятина нам запросила, что, ну, давайте, хотите попереговорить, давайте поговорим, станьте рачком, станьте на коленки, сосните, блин, отдайте чеченцам, отдайте вообще грузинов, еще кому-нибудь, те, которые за вас воевали. Покажите мне, ну, покажите этому Путину, как вы умеете отстрачивать, отчмякивать, как нация ваша молчит на то, что вас же, вашу нацию дрюкают, вот так низко опускают. А вы молчите, блин, значит, вы кто? Так что я же говорю, слава богу, еще это такой разговор, ну, вот сами разговоры уже есть по стыдной парашей, гребаным, низко опущенным разговором, который очень недостоин для нашей нации. Так что, я не знаю, какие-то гниды подали эти списки, чтобы выдать наших братьев чеченцев и чкерцев, у которых у самих нету республики своей, есть только кадыровщина. И тех хотят выдать этим плохим людям. Короче, я словом не нахожу. Я же говорю, достойнее было бы, ну, просто убить, как Сашка Билова. Растерзали, блин. Мусорятина. Растерзали те, которых он за галстук дергал, которых нужно не на галстуке, а на смычку-стрычку вздергнуть было. Эти гребаные, вонючие педики-коррупционеры, сраные прокуреры, прокуратонеры. Слушай, он был как предсказателем, что так оно и сталось. Тех, которых он дергал, нужно было вздергивать, блядь. И нашему Украину нынки оставалось бы и с газом, и с теми целями, за которые боролся Майдан так же. И с Крымом, и с Донбассом. Вот так оно сидит, блядь, это чаморожное сообщество. В жопе ковыряется, блядь, в своей. И дает нюхать не только своим близким, а и всему миру на попрание нашей идеи, за которую столько миллионов положилось жизней. Тоже вот так ковырялись. В 18-м, в 20-м году. А потом наступил 33-32 год. И опять 25. И опять все по-новому повторяется, повторяется. А оно не влазит этой биомассе свистоплясной. Которая так же иногда себя называют тоже националисты. Рамочки, хуямочки там молюют, блядь. В то время, когда отдают, блядь, тех, которые проливают кровь за их рамочки, блядь. Для которых значение слова, героям слава, оно уже, ну, опорошенилось, блядь. Озеленькинулось, блядь. Как угодно. Оно уже потеряло свой валяечный, свой боевой смысл. Вот поэтому Украина и терпит. Терпит терпильски. Низко терпит. Вот такое лачевное существование.